Кому подходит бирюза? Свойства камня бирюза для исцеления и магии. Бирюза один из самых красивых камней, который известен людям с глубокой древности. Талисманы и прочие украшения находят во время раскопок древних цивилизаций в Египте, Центральной Америке и Средней Азии. В исламском мире бирюза имела особенно большую любовь и популярность. В ювелирном деле бирюзу обычно переменяют для кабошинов, зачастую имеющих неправильную форму. Она неплохо сочетается с другими камнями, а также золотом и серебром. В старину бирюза не оправлялась золота, потому что считалось, что при этом она теряет красоту. Применяются также тонкие бирюзовые пластины с целью инкрустации по дереву, металлу и прочими материалами. Данный камень является великим примирителем и искоренителем зла. Видя амулета голубая бирюза, прекрасно для ребенка любого возраста отгоняет от него злых духов. Ее часто вставляли в рукоятку меча, так как данный камень имеет способность защищать воина и делать неотразимым его оружие. Тот, кто встал на борьбу со злом, всегда имел этот камень в качестве защитника и охранителя. Кроме того, бирюза предостерегает владельца от различных сектантов, участников черных орденов и т.д. Если хозяину угрожает особая опасность, бирюза способна резко поменять свой цвет, либо вообще рассыпаться. Считается, что она бережет от глупой, безвременной смерти. Бирюза охраняет хозяина от нищеты, способствуя решению любого вопроса, за которым он обращался к властям. Она делает человека более благожелательным и особенно полезна для тех, у кого бывают вспышки ярости. Бирюза хранит наездников и их лошадей, поэтому ею часто украшали сбрую. С давних пор берюза считалась камнем счастья, дарит благоденствие и мир людям, за исключением злодеев. Им она приносит несчастье и мешает совершаться злу. Также бережет от опасности. Бирюза, помимо этого, символ запредельного мира и духовного неба, которых достичь можно лишь пройдя через смерть. У греков он считался камнем Афродиты. Ацтеки считали бирюзу слезой богини неба. Связь с женскими высокими образами сделали бирюзу в представлении древних людей любовным камням. Персы даже считали, что кости тех, кто погибал от любви, становятся бирюзой. Значительную популярность имела бирюза в исламском мире, где была камнем победы и сильным талисманом. На Поволжье, на Кавказе и Средней Азии она непременно была деталью свадебного убора невест. Бирюза являлась камнем мира и удачи. Она украшает вражду и ссоры между людьми, укращает безосновательный гнев, злобные мысли и является символом верной и неизменной любви. Согласно с точки зрения, молодая и юная бирюза, имеющая лазурный слово небо, цвет, подпитывает людей энергией, являясь камнем беззаботной и беспечной Венеры, подходит юным и молодым. Бирюза – это талисман банкиров и предпринимателей, своеобразный амулет докторов. Считается, что лекарь не получит признаний, если он не носит данный минерал, не лечит им. Путешественникам нужно брать его в дорогу для отведения опасности в пути, так как еще русские кавалеристы в 1917 году старались иметь бирюзовое кольцо, которое будет хранить по преданию и всадника, и лошадь. Этот металл часто вставляли в рукоять мечей. Считалось, что этот камень способен защитить воинов и сделать их оружие неотразимым. Кому подходит бирюза, каким знаком зодиака? Украшения из бирюзы подходят таким знаком зодиака, как стрелец голубого цвета, телец и скорпион зеленого цвета, овнам, рыбам и девам подходит белая бирюза. Бирюзу рекомендуется носить также людям, рожденным 3 января, 17 марта, 19 и 11 июня, 13 ноября, 10 октября, 30 и 31 декабря. Носить украшения из бирюзы лучше по пятницам. Это день, который посвящен Венере и любви. В качестве браслета кулона бирюза подходит для знаков рак, овен и водолей. Стрельцу и козерогу бирюза поможет найти настоящую любовь.